Дрения, которые гендеры используются, они по всему всему неизвестны. Тем не менее, считаю, что если в курсе какой-то претендуют не только полноту изложения, то нужно все это изложить. Ну, пойдемте потихонечку. Итак, напоминает директорное расправление 1. Не, это такое локально-периальное расслоение над спасанком мыши, что в любые точки из дельцово, с моей звездочкой, Г, они часто имеют отношение снизу, имеет значительную структуру векторного расправления. Значит, сегодня у нас всегда будет пространство электронное невральным питомим полем на ЦЭЛ или на ТЭЛ. Это не все, что тоже будет важно, а все, что сегодня будет отказано, ну, за исключением прощественных, прощественных, прощественных комплексных конструкций, все эти, ну, все эти конструкции будут справедливы для любого поля-эффициента, которые можно нарисовать топологию. Вот, значит, изложение можно рассматривать как локально-периальное расстояние со структурной группой Ж и РН. А вот какого поля я их взять не буду, потому что, представляю, это вещь у нас дефиксирована. Да, конечно, предполагается, что все мартизмы, которые у нас есть, международное расстояние, все структурные мартизовые расстояния, они сохраняют структуру векторного пространства поля, то есть они линейные, линейные, посвоенные и когда-то. И, конечно, я не знаю, что это возможно. Хотя просто напомню, что движение вверхом совпалении. Сегодня мы начнем всякие конструкции, что не совершать, и начнем мы саму совершенную от простых, хотя и ваших. Итак, рассмотрим категорию В. В красивая, значит, К. То есть, К – это наше коне. К – внизу, если он не нужен, я не говорю, как такое, а если будет М или будет Х, где-то всего. Есть какие-то другие, которые я знаю, по-русски, по-русски. Ну, и другие, которые можно использовать. Так, а потом категорию В, К – это векторное пространство. Категория векторное пространство. То есть, слово «категорию» я применяю в «Вполнение ответных смыслов», но если вы несет эту категорию, с точки зрения оптиматики, не знаете, мы абсолютно об этом не задумываться. Ничего такого специфического, что можно было найти в тюрьме категории, да не потребуется. То есть, я буду пользоваться такими-то словами, как категория, объекты, морфизм, функции и так далее. Все это можно понимать очень-очень наивно. Категория – это набор этих объектов в каждой линии. В нашем случае – это просто векторное пространство, это прожение в ленине. Вот. В ленинской категории – векторное пространство. И это прожение. Вот. Функция – это способ по одному векторному пространству построить, в другое электорное пространство, в нашем случае. Так, чтобы при этом можно было сказать, за что переходит отображение. Вот. И никаких других, даже в ленинской категории, он не потребуется, а язык удобный. Поэтому я буду пользоваться, но довольно свободно. Повторяю, никаких сведений не нужно. Просто, вот, чтобы, так сказать, не открытать эти же знатно, чтобы не избиваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, значит. Зачем мы вам с вами будем делать? Хорошо, я буду. Хорошо, я буду. И так, посмотрим функцию. Сейчас, еще раз, функция – это способ возьму векторное пространство, то есть попарить в это пространство, то есть рекомендуйте вековое пространство, и поставить любое пространство, но в данном случае, этот функция, будь то он и в самой категории, саму категорию. ЖНУ построит другое. Так что я приехал, а она у нас с каждым отображением в статус отображения. Эти пункты называют индивидуальным. Если. Рассмотрим тогда множество отображений в этой категории, то есть линей для птубомортизма из В деболюра. Как я уже говорил, функт строит к любому линейному отображению некто другой. По пространству стоит пространство, а про галмартизм строит галмартизм. То, что отображение есть с В, а вот с В. Функт развивается непрерывным, если в это отображение будет непрерывным саму категорию, которая тут есть. Напоминаю еще раз, что надо и орицать апологию хронического резона, значит, соответственно, для любого конечного мира, конечно, векторного пространства, апология – это тоже мой хронический резонат, ну и, соответственно, для этой апологии он будет непрерывным. Это определение, в принципе, совершенно очевидное. Варта – не оно само, а также теорема, которая из нее тоже очень просто доказывает. Слово «теорема» тут нужно только потому, что утверждение важное. Не то, что оно сложное, а то, что важно. Теорема. Для любого непрерывного функтора существуют функтора существуют функтора, функтора F , из категории VK , категория VK . И для любого из х то же самое слева. Значит, в том числе мы догадались, категория VK от х – это категория векторного пространстваения над х, по сравнению с х вектором, над х. над х вектором, над х. Значит, что я сейчас буду доказывать? Сейчас я ему докажу, но я просто поясню, что мне нужно будет доказать. Мне нужно, во-первых, что функцию F и по некоторому расстоянию здесь построить новое расстояние здесь, а во-вторых, мне нужно будет по любому мархизму из расстояния в расстоянии и функцию F построить мархизм между образами. и так очень просто. Считаю, по-моему, и считаю, что я определяю F и для любого E в расстоянии X я определяю F как множество получающих просто объединением по всем X без X F от слоя без X. Смейте на векторное пространство, я просто могу взять функцию F и X значит, у меня пока получается множество без топологии, мне надо обвести топологию. Топология слоя и F и E будет следующим образом выбираем адбас в расстоянии E значит, напоминаю, что адбас расстояния это такой довод открытых окрестностей у альфа что объединение у альфа это просто X да и что прообраз от у альфа с помощью нескольких загружений альфа мы перемотим ну скажем у альфа крест в класс степени N я бы сейчас умеемерно расставлял тогда я чтобы обвести топологию F и E в следующем образом топологию напоминаю определение с помощью базы что мне ну какую базу топологию возьму ну давайте посмотрим значит для каждого X не нужно значит да я говорю про базу топологии а вы понимаете достаточно для каждого X в вашем ну в нашем пространстве да для каждого X в нашем пространстве нужно найти всевозможные ответы ответственности для этой базы не нужно базу в вашем пространстве для каждого точки и так для каждого X и нельзя подъем X выделим ту альпу в которой мы все лежит тогда для каждой точки E задержащая стоите R мы вводим базу исходя из того что объединение подсолнечных X трих подсолнечных у альфа S и X будет у меня отождествлено 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 3 2 3 это уже будет отождествлено я буду топологировать в такую как топологическое пространство с произведением у альфа есть F от E понятно даже не F и F у меня там K N чтобы никому не было обидно потому что до одного X одно и другое возьму K тоже у меня определено такой пункт я отождествляю это вот с таким вот такими многопутной апологии уже есть тут апология тоже есть для каждого E у меня есть единственное что мне нужно сделать определение определение корректно потому что я мог бы взять для того же самого на той же самой точке X другую окрестность QA' например и получить другую топологику по крепкости то есть QA' и 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 QA' 위에 э и QA' 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 это почему, если применяем функции к обратимому линейному морфизму, почему у меня образ тоже будет обратимым. Давайте объясним это так. G, M, M. Давайте объясним это так. Давайте я возьму к лименю функций. g альфа-бета, композиция g альфа-бета минус 1. Мы получим с одной стороны f от единицы, что, согласно определению функций, должно быть равно единице. А с другой стороны будет равно f от g альфа-бета, композиция f от g альфа-бета минус 1. То есть мы получаем с ж альфа-бета, это, в данном случае, правый обратный, g альфа-бета минус 1. Правый обратный, g альфа-бета минус 1. На основном и левый обратный, без суток. Таким образом, любой функций определяет отоправление из g, n, в некоторое g, n, b, n. Альфа-бета минус 1. Мы берем его и получаем новый код цикла. Но пока нам код цикла даже не все смешно, но мы получаем вот такое вот непрерывное отображение. Так, функция непрерывный, то это обратный тоже будет непрерывный. Да? Это не прерывный. Ну и еще, используя теперь это отображение, мы получаем, что две топологии на разъединении по всем x из пресечения у альфа-бета. Что там уже, как это? Е, x. То есть, они были две топологии, они будут мечтать, они будут с один нашим код цикл, Вот, одна была причастлива из того, что я их выкладывал в объединение x у альфа-бета, а вторая приходит из того, что я их вкладывал в объединение Hole-бета и бета-бета. Вот. Вот. Здесь две топологии, они будут, эти же, они будут мереоморжены. обрисованы при помощи гомеоморфирова FGI-фоблоков Эта гомеоморфирова не самая FGI-фоблокова, а то, что индуцирует А раз он рисует гомеоморфирова FGI-фоблоков, то топологии идут одинаковые То есть, одного, углаются в следующем, что из другого Ну как мы получили топологическое пространство Вот это топологическое пространство, совершенно автоматически То есть, по определению, есть отображение в X Просто мы берем так, как я X, отображаем X И, опять-таки, по определению топологии Вот тут у меня стояла, так сказать, нет По определению топологии у меня локальное это распорение триверальное Ну что еще нужно сделать? Если у меня F, это не локтизм, где есть штык О, это то и другое распорение на них То я могу построить при помощи функтора F Это F Это просто-напросто Это, если я возьму и будет точку X Это будет F от Rx Что такое Fx? Это просто слой этого маркизма F Это отображение FG И слой FG Слой FG Вот В общем, опять-таки Я не знаю, нужно, чем проверять Что это отображение будет неферимным В той топологии, которая была Мы думаем, что если нужно, то давайте Слой F Опять-таки, не совсем не сложно Но топологию отсюда вводим Можно отразистить От всех Fx Отразистить С массивом Значения ват Это просто То есть Применять не моец Вы получаете Склокальный непрерыв на Активность Это глобальный слой Мы получили это Значит Вот Какая основная конструкция Любой функтор С Свойством непрерывности Мы можем Сюда применить Кстати Знаете Какой-нибудь Функтор Который не является Никогда Ну На самом деле Другому в ней не перерывный Функтор В теории В категории Векторных Пространств Конечный метод Не надо просто Значит И самое простое Что я слышал Это Когда берется Векторное пространство Одна С Значит Значит В цех Такое Богатое Поле В нем Есть Куча Гомоморфизмов И Некоторые Из них Является Не Неприжимая Нужно Выглядит Неприжимая Какой Неприжимая 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 Которая Которая Стоит Делать Прели Чем Неприжимая 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 Функция Функция Это двух пространств. Таких тоже массовые, центральные произведения, пространств и так далее. Все это будет работать. Следи, полисы и так далее. Это первая вещь. Второе вещание тоже не менее очевидное. А через то, что если на какие-то функции есть какое-то соотношение, но не векторных пространствах, разумеется, то же самое будет справедливо для функторов на векторных пространствах. Да? Что расставы соотношения? Значит, опять-таки движение настолько очевидное, что его проще, наверное, формулировать, чем не доказать. Третье. Это даже не совсем правильное подражание. Да? Прощество в любом движении прощества. Если так с одной стороны другое хотите придумать, так и не придумать. И третье утверждение. Вы помните, что у нас была операция обратного образа расслоения, которую вам, наверное, сказал без меня Семенов. То есть, если обратное образ расслоения – это следующее вещь. Если это отражение из, скажем, «и» и «калых», и над «х» в виде распространения «е», то вы можете построить распространение «и» на «и», так называемый обратный образ. Тогда отражение обратного образа коммутирует применением «и». «и». Опять-таки, это впечатляющие виды из конструкции, которую я только что применял. Ну, применится в виду, что «си» звезды, 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 что «си» звезды. Вот это еще очевидные свойства конструкции «F» и «F» и «E». Вот сейчас я в 10 примерах, которые для разных нужд требуются в жизни, а вам скажу. Первый пример. Первый и самый, наверное, «вагни». Пример такой. Значит, пусть у вас есть две пункты, то есть пункты двух аргументов. В этом прямая сумма. Он 2 бюджетных распространства «V» и другой «V». Вот это прекрасный пункт. В каждом сумме семье 2 онлайн quien будет сертификата.